МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я всегда любил идеи вот таких вот совместных экстремальных видео, когда вроде бы несовместимые две экстремальные культуры могут как-то вместе показать что-то вот крутое, что-то новое. И именно поэтому, когда Саша Косогов, мой хороший киевский друг, озвучил идею, что давай что-то попробуем снять с роликами и дрифтом. Сначала это показалось, а что же у них может быть общего? Ну, общего у них как минимум то, что это оба экстремальные виды спорта, и, значит, обязательно что-то можно интересное придумать. И мы придумали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Меня зовут Саня Косогов. Планировались изначально съемки снять один раз в Одессе и два раза в Киеве, но в итоге вышло два раза в Одессе и два раза в Киеве. Первый день мы снимали, начали снимать на библиотерке Вернадского, это локация в Киеве, думаю, не знаю, где это находится. Поснимали там буквально, наверное, полчаса, может, минус 40, и решили не продолжать съемки там. То есть проблема в том, что рядом жилые дома, куча людей находится, дети какие-то бегают. Ну, решили просто не тревожить общественность, не напрягать людей там, чтобы бабушки не волновались. Фаркта ни у кого не было. И поэтому вот этот кадр, который был на библиотеке Вернадского, он переснят был под Одессой, там, в сторону Ильичевска. Следующий съемочный день у нас был сразу несколько локаций он занимал. Это мы снимали возле Петровки на большой парковке супермаркета. В принципе, даже очень все отлично прошло. Охрана к нам не придиралась там в конце. Были небольшие возмущения, но мы все успели все вовремя отснять. И завершили этот съемочный день на недостроенном участке кольцевой дороги в Киеве. Там отрезок порядка полутора километров с свободной дороги, где можно было хорошенько плачать. Мы решили, что окончание проекта должно произойти в Одессе. В Одессе был один съемочный день. И когда Влад Лушин уже приступил к монтированию всего материала, оказалось, что материала недостаточно. И поэтому, начав снимать 4 августа, кажется, последний день съемок был 4 декабря, когда Саша Косогов, бедняга, все в той же футболочке коротенькой, в декабрьский день. Но в Одессе было не так слишком холодно. В двух-трех футболках он все же вытянул некоторые кадры. И, по-моему, получилось замечательно. Все же существовала постоянно у меня немножко такая вот опасность где-то как-то зацепить Сашу. Потому что я, находясь в четырехколесном моем боевом коне, понимая, что Саша едет на роликах, что он человек, который крутится вокруг моей движущейся машины. И это иногда, конечно, страшные моменты сулило. Был интересный очень момент во время съемок, когда я перепрыгивал дверь, которую открывает Саня. Я коленом задеваю дверь. И в этот момент, как уже рассказал Влад Лушин, говорит, это взаимопонимание беспокойства друг к другу, когда я сразу поворачиваюсь к Гринингу. Саня ко мне поворачивался там. Ты цел, все жив, хорошо, в порядке, влево. Весь проект проходил на энтузиазме участников. Некоторые говорят, что это проплаченный проект, высокобюджетный. Нет, идея появилась. Идею реализовали буквально между соревнованиями и показательными программами. И именно поэтому трюки продумывались. Вообще каждый кадр, наверное, посчитывали до миллиметров. Ну, то есть никто не хотел рисковать здоровьем, делать просто это на каком-то башенстве. То есть все нормально просчитывалось. Делались замеры. Делались предварительные прыжки. Я думаю, что каждый заметил в ролике момент, когда Z-ка разбивает трамплин, с которого вылетаю я, и разница между этими действиями меньше секунды. Вообще этот кадр снимали порядка часов в пяти. Ну, то есть не сама съемка длилась, а подготовка. Мы изначально начали с того, что мы размечали, откуда будет стартовать машина, откуда будет стартовать я, кто с какой будет скоростью двигаться. Гриня понарезал, наверное, порядка десяти кружков вокруг этого трамплина. Я примерялся. Мы ставили машину в разные положения, чтобы я ее перелетал по максимуму. Не хотелось приземлиться либо в машине на капот, либо под капот. Самого первого дубля у нас это не вышло. Проблема была в том, что, наверное, из-за моего страха я разогнался сильнее, чем мы изначально рассчитывали. И в последний момент я понял, что разрыв временной между мной и Саней будет достаточно большой. Как бы не будет вот этого момента того, что все очень близко, все очень опасно. Саня слегка, я там ушел в сторону, Гриня слегка задел трамплин, благо быстренько его сложили. Кстати, интересный был момент. Перед тем, как замеряли, я там начертил себе линию, дальше которой я должен был залететь, чтобы не приземлиться на Ниссан. И там как бы с одной стороны линии написали, что все окей, с другой стороны написали там все плохо, но написали немножко другими словами. В итоге перелетел я к чертям эту линию просто. Кстати, в съемках досталось больше всех эстрам, наверное, Владу Лушину, потому что у нас все остальные, все кадры были травматичны впоследствии, а вот этот финальный кадр во Влада полетели куски пенопласта. Там хорошо, что не улетел автономер, а тут у него тоже перешивали, чтобы ничего такого не произошло. Третий съемочный день в Одессе, съемка уже почти закончена. Мы используем шестой километр недостроенную окружную трассу одесскую. Там шикарные есть связки поворотов, на которых на Red Bull 350Z просто уникально наваливать. И последний дубль. Вот самый последний дубль. Я смотрю, что резины осталось немного, ну буквально чуть-чуть. Но все же мы поехали его снимать. Сзади Влад Лушин на джипе Lexus снимает сверху. Я ухожу вперед, прохожу связки поворотов, замечательно прохожу связки поворотов, остается последний поворот, где я иду, и машина соскальзывает одним колесом из-за заканчившейся резины на грунт. Тут же вылетает второе колесо, и не успев, ну, ничего невозможно было сделать. Так машина боком и улетает в кювет. Ну, неожиданно, последний дубль. Это не должно было случиться, но я постарался спасти, насколько это возможно, однако машину развернуло, и вот целый земляной курган, она просто влетела на всей скорости уже. Газ я не отпускал, я все еще надеялся выйти отсюда боком. Повреждения были неплохие такие, и бампера переднего не осталось, и посрывало кучу пайпинга, ну, досталось машинке. Однако мы досняли тогда этот день, и машина на полосете уехала. Сначала планировали немного другую концовку самого ролика, то есть то, что сейчас вы видите, это такая спонтанная идея была. Причем она была придумана теми жесткими ребятами, которые выходят из машин, из дрифтовых помимо Саниной, и должны были они упаковать меня в какой-то эскалейт, то есть по сути должно было все закончиться. печально для меня, должны были меня упаковать, побить, порубить. Но, как оказалось, все-таки у Дениса и у дяди Юры делится добрее, чем они выглядят, и они же сами предложили идею о том, чтобы все было с хэппи-эндом. Конечно, я хочу поблагодарить Сашу Косогова за идею, за то, что у него хватило смелости принять участие в таком замечательном проекте, когда рядом тонна веса буянит, а ты на роликах, я не представляю, наверное, у меня бы не хватило смелости. И он основной идейный лидер этого проекта. И, конечно, всю команду D-Project Drift Team, ребята помогали сниматься, они в кадре, они молодцы, показали и дяди Юра, и Денисма, профессионализм свой. И, естественно, все, кто это снимал, это Влад Лушин, это Скоробогатов Леша, это еще помощники, операторы-фотографы, это команда Саши Косогова, его ребята-роллеры, я их, к сожалению, лично не знаю, потому что без меня проходили эти съемки. Ну и всех зрителей, которые поддержали и одобрили этот проект. Спасибо всем. Отдельное спасибо тем компаниям, которые помогали. Это белорусский магазин «Сихия», который предоставил весь необходимый став для съемок, скейт-парк «Гавань», которые роллерское оборудование нам предоставили, и магазин «Портест», который предоставил место, чтобы сделать эту съемку. Ну и, конечно, Санне Гринчуку за то, что с ним хорошо сработались, все очень круто было. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok